Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 10 августа, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфина, глава 4, стихи с 13 по 18, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение второго послания апостола Павла Коринфяна. И сегодняшний отрывок завершает четвертую главу данного послания. Здесь апостол Павел говорит о той славе, которую ожидает христианина, и нужно, конечно же, смотреть это в контексте. В контексте того, что происходило с апостолом Павлом во время проповеди, и то, о чем он пишет, предвосхищая сегодняшний отрывок. И он пишет следующее, начиная с 7 стиха 4 главы. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаемы. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы, живые, непрестанно передаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует на нас, а жизнь в вас». И здесь и далее уже говорится тот текст, который мы сегодня с вами зачитали. И здесь поднимается тема страдания в жизни христианина, и для апостола Павла это неотъемлемая часть скорби, это неотъемлемая часть жизни христианина, потому что, коль скоро мы Христовы, а Христос пострадал за нас, наша задача идти путем Христа. И таким образом уподобляться Христу в тех страданиях, которые встречаются нам на пути. И в этом контексте, конечно же, звучит более осмысленно фраза «Господь дает по силам испытания». Действительно, Господь не даст тех испытаний, которые мы не сможем понести, если опираемся на Господа. Если мы ищем опору именно в Нем, а не в самих себе или в ком-то другом, в каких-то иных идолах, идолах века сего. Поэтому и поем, всякий раз мы за литургией, «Не надейтесь на князя и на сына человеческие, в них бы нет спасения». Действительно, цивилизации как возникали, так и исчезали. Но Бог пребывает вечно и постоянно, и только человек, опирающийся на Господа, может надеяться быть соучастником Его божественной славы. Об этом и говорит апостол Павел, говоря о том, что где бы он бы ни был, что бы он бы ни делал, везде он находился, быть может быть, на краю человеческих возможностей, но он всегда выбирался из воды сухим, то есть всегда достигал поставленной цели, даже если претерпевал какой-то внешний скорбь, внешние страдания. Он говорил, что он был притесняем, но мы притесняемы, но не стеснены. Мы находимся в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И действительно, для апостола Павла является очевидным тот закон духовной жизни, что наша телесность, она оскудевает со временем. Действительно, мы все подвержены этому результату грехопадения, человеческого и результату греха – это тление и распад. Когда мы поем и просим Бога спасти нас, мы просим Его исцелить нас, сделать нас целостными. Грех же и смерть растлевает человека, и человек распадается. И поэтому смертность – это результат греха, от которого мы, конечно же, избавимся во второе славное пришествие Иисуса Христа, вот только бы встать нам одесную, а не ашую, то есть слева Господа славы, чтобы нам сподобиться действительно спасения, вечного исцеления, а не вечного осуждения. И апостол Павел говорит о том, что те страдания, которые мы претерпеваем здесь, на земле, они несоизмеримо малы с той славой, которая ожидает нас, претерпевших в будущем веке. И для, как я уже говорил, для апостола Павла является аксиомой духовной жизни следующее, что наше тело, оно слабеет, оно увядает и в конце концов умирает. Но с Духом происходит обратное. Дух из младенческого состояния возрастает и укрепляется, и сила веры только растет при правильном употреблении наших жизненных способностей и нашего такого разного выделенного нам времени на реализацию наших внутренних талантов, дарованных нам Богом. И вот, но если внешне наш человек и тлеет, говорит апостол Павел, то внутренне со дня на день обновляется. Действительно, внешне мы стареем, но внутренне мы обновляемся в Духе Святом, и мы становимся мудрее, мы становимся разумнее, но только если это происходит все в Боге. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Мы страдаем, и умножается наша слава, но она умножается так, как будто растет в геометрической прогрессии. И те страдания кратковременные наши земные, несоизмеримы с той славой, которая уготована нам, по вере апостола Павла, он в это верует. Когда мы смотрим на невидимое, но на невидимое, не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Апостол Павел призывает нас смотреть под другим углом на наш жизненный путь. Для христианина конец жизни – это не конец. Конец жизни земной – это только начало, только начало подведения итогов для того, чтобы устремиться в вечное бытие с жизнью в Боге и с Богом. Нам это сложно понять и невозможно представить. Мы можем в это верить и на это надеяться, как надеялся апостол Павел. И в этой вере иметь фундамент, фундамент своей жизни, фундамент вдохновения, который действовал и на апостола Павла, и на весь сон святых православной церкви, которую мы почитаем. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!